И простое, а с претензией. Название самого лучшего, самого красивого, самого реалистичного. Причем на движке Квейк, с залихватским сюжетом и крутейшей историей. А она, история, разворачивается прямо на наших глазах. Главный герой, мистер Фриман, ученый, постоянно экспериментирует с ядерным реактором. Каждое утро для него начинается с утомительного путешествия по монорельсовой дороге, связывающей его дом с военной базой. Попасть на нее простому смертному невозможно. Везде секретные клавиши, камеры наблюдения, замки-сканеры и куча охранников. Попав на базу, вы, то есть доктор Фриман, бежите в раздевалку, переодеваетесь и к реактору. Так надели скафандр, поболтали с коллегами и к цели. Пришел новый день, а вместе с ним и настало время новых экспериментов. Вот оно, родное радиоактивное детище. Вот любимый компьютер с заветной красной кнопкой. Осталось еще тележку подкатить и... И вдруг раздался взрыв, который разрушил идиллию. Мир погрузился в пучину хаоса. И, естественно, фонит. Кругом разбитые компьютерные стойки, искореженная арматура, заклинившие двери и... Твари. Множество мерзких тварей, взявшиеся ниоткуда и нападающие на всех, кто остался в живых после катастрофы. Мелкие личинки-колобки, двухлапые крокодилы и куча другой нечисти. Мало этого, вашим противникам будут вооруженные до судов спецназовцы. Власти решили уничтожить всех ученых, чтобы тайна лаборатории так и осталась за семью печатями. Шаг за шагом вам предстоит продвигаться в поисках истины по разрушенным лабораториям, водосборникам, ядерным кладбищам, да и бог знает где еще. Играйте и сами все узнаете. Хочется надеяться, что наш главный герой победит, а не будет съеден спецназовцем или летающей тварью. А как же иначе еще может быть в компьютерных играх? Не в состоянии самостоятельно пройти всю игру. Наберите в командной строке консоль, и тогда по мановению волшебной палочки вы получите все оружие, неубиваемость и возможность попасть в любое место. Немного движки. Ядро его такое же, как и в Quake, но все остальное другое. Например, в Half-Life огромное количество разбиваемых предметов и масса движущихся объектов. Весьма любопытно видеть деревянный ящик, плавающий в воде, или ударную волну от взрыва, сметающую все вокруг. Как и в настоящем бою, при стрельбе необходимо перезаряжать обойму. В общем, условия максимально приближены к стрельбе.